Я считаю, что президент Украины в первую очередь должен обратить внимание свое на народ, который гибнет сейчас. Точно могу сказать, что то, что происходит в городе Славянск, это вот я знаю не понаслышке, потому что мои няни, они из этого города. Вот те женщины, которые сидят с моими детьми, они под пулями, под обстрелом были, они потеряли свои дома. Они потеряли дома в приграничном, в деревушке, которую просто снесли. И они сейчас живут, они беженцы, они живут у меня. Я просто, и это украинки, они оттуда, они любят свою родину, но не понимают, что происходит сейчас. Я считаю, что в первую очередь нужно остановить кровополитие, проявить братоубийство, потому что так нельзя. И президент должен в первую очередь это делать, а не давать команды на то, чтобы уничтожать своих же людей. То, что касается непосредственно Петра Порошенко, я его лично видел неоднократно, и пару раз мы общались, но так вскользь, потому что я часто ездил в Украину на приемы к Алексею Азарову. И могу сказать, что его фабрика, безусловно, производит классный киевский торт. Я всегда привозил классный киевский торт. Но если человек создает эту сладость для народа, может быть, он все-таки включит мозг и сделает какие-то правильные решения. Я уже не говорю о том, что нужно признать желание народа, потому что народ все-таки выбирает президента правильно. И вообще, честно говоря, политика, я еще раз повторюсь, не мое. Просто обидно за то, что происходит сейчас в этой стране, в стране, которая очень нам близка, там, где живут замечательные, талантливые люди. То, что сейчас нас пытаются лбами столкнуть и сделать врагами, не получится. Я еще раз могу сказать, не получится. И самое главное, могу сказать еще, что украинцы, как бы они ни говорили о том, что они украинцы, они говорят и думают на русском языке, многие из них. А люди, которые говорят и думают на русском языке, они русские. Вот так нужно воспринимать. Поэтому русские не сдаются. Все, что я могу сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова